Более 200 квартир за прошедшие 9 лет реализации краевой программы «Дети Кубани» получили в Славянском районе сироты. Стало доброй традицией проводить торжественное вручение ключей от новых квартир в конце года, чтобы новоселы смогли встретить главный праздник страны – Новый год в своем жилье. В этом году ключи от счастья получили 16 человек. С торжественного мероприятия наш первый репортаж. В доме по адресу Перюлок, швейный городок номер 6, поселились любовь и счастье. В последний день осени 16 молодых людей получили ключи от своих новых квартир. Этот праздник стал возможен благодаря действию в Краснодарском крае губернаторской программы «Дети Кубани», которая направлена на то, чтобы обеспечить жильем сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. В числе получивших долгожданное жилье молодая семья – Юлия и Александр Курины. Юлия – сирота. После получения профессии в Славянском сельхозтехникуме вышла замуж, переехала к родственникам мужа в хутор Беликов, родила двоих детей. Но иметь своё собственное жильё в городе – ни с чем не сравнимое чувство. Рождались с нетерпением, получение ключей там вообще. Ну, а так, довольны, очень рады, очень красиво. Ну, по впечатлениям, конечно, большим. И теперь как-то приедете в город? Ну, конечно. Конечно, с поселения теперь переедем в город, будем жить в городе. Подрядчиком строительства этого дома выступила компания «Кубанская крепость». И, как утверждают новосёлы, сделала всё на славу. Сделала всё на большом уровне. Спасибо администрации, вове. Ну, мы рады очень. Спасибо. В квартирах уютно и тепло, а на улице ветер и мороз. Потому торжественное мероприятие – вручение ключей – было решено провести в Доме культуры Пединститута. За 9 лет действия программы «Дети Кубани» в Краснодарском крае своё жильё получили 9,5 тысяч ребят, отметил депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский. Это событие радостное, с долей грусти, потому что государство, как бы, ребятам на этот момент заменило то, чего у них главного в жизни не оказалось – родительского тепла. Я должен сказать вас, ребята, может быть, не поздрать, а благословить. Это важное событие, но не самое главное в жизни. Это тот старт, от которого вы должны решать самые важные задачи – создание семьи, обустройство своё в жизни, воссоздание той семьи, которая была бы не только родной, счастливой для ваших детей, чтобы ваши дети, в общем-то, были более счастливы. Славянский район – один из первых активных участников программы «Дети Кубани». Первый дом, построенный в рамках программы, появился в районе в 2009 году. С тех пор более 200 человек из категории «сирот» получили в муниципалитете своё жильё. Я от всей души поздравляю вас с этим важным событием. Ну, хочу, чтобы вы помнили, что вот в пределе Нового года это стало доброй традицией. У нас хорошая, слаженная работа с нашими строительными компаниями. Вот сегодня они присутствуют, и они старались сделать, чтобы вы встретили новый 2019 год в своих благоустроенных квартирах. Пусть в ваших квартирах царит любовь, тепло, уют, рождаются дети, рождаются семьи. Всего вам самого доброго, в добрый путь, удачи вам во всём. После коротких напутствий по звук фанфар на сцену были приглашены виновники этого торжества. Многие из них сегодня являются студентами вузов и техникумов. У некоторых уже есть семьи. Благословил начало новой жизни настоятель храма иконы Божьей Матери Целительница, отец Василий. Разделить радость с новосёлами и добрыми словами напутствовать их пришли дети из приёмных семей. Желаю вам во всем поверьям, кота в пути проверить дом. Вас, дорогие, с новосельем добра желаю вам во всём. Раз, два, три, ура! Новые хозяева и гости с нетерпением отправились осматривать квартиры. Как и обещал застройщик, они сделаны под ключ. Косметический ремонт, индивидуальное отопление, сантехника очень хорошего качества, отметили все присутствующие. А главное, что довольны остались и сами новосёлы. Квартира произошла, мои ожидания, потому что я надеялась на что-то менее, скажем так, хорошее. Сколько я знаю, люди, когда приобретают квартиры, они заходят в полный путь. Здесь и ремонт косметический, такой-то проводный пол, и потолок, и ванна. Ну, заезжали и жили. Инна Матвиенко влюбилась в Флавянский район, приехав учиться в пединститут. Я долго составила документы, но вот сегодня это день, когда я получила ключи. Поэтому я очень благодарна, я считаю, что наше государство заботится о своих людях. Программа «Дети Кубани» – одна из действенных мер государственной поддержки молодёжи. За прошедшие 9 лет на её реализацию в Краснодарском крае было направлено порядка 10 миллиардов рублей краевых и федеральных средств. И в следующем году финансирование по ней будет увеличено почти вдвое. А это значит, что счастливых обладателей собственного жилья в Краснодарском крае и Славянском районе станет вдвое больше. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Приснимаем.